Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня мы решили сделать, можно сказать, внеочередной выпуск, потому что мы планировали ролик про химию от клещей сделать чуть попозже, но учитывая тот факт, что уже конец апреля и действительно сейчас клещевый сезон, можно сказать, в разгаре, мы решили немножко ускорить этот процесс и коротко объяснить, что зачем нужно, на какие препараты нужно обращать внимание, какие препараты работают, какие работают хуже по клещам. И может быть это будет не столь наглядно, как предыдущие ролики, мы не будем делать никаких макросъемок, просто расскажем и объясним наш тот опыт, который мы получили, пользуясь различными химическими средствами борьбы с клещами. Итак, если разделить все средства от клещей, то их можно разделить на две большие группы. Одна группа это химические вещества, которые отпугивают клещей. Если клещи попадают в зону действия этих веществ, они не погибают, они просто стараются эту зону или проскочить, или покинуть. Но они от клеща по большому счету не защищают, но тем не менее, если обработать этими средствами открытые участки тела, то клещ в это место никогда не укусит. Какие это вещества? Это в первую очередь так называемый диэтилтолуамид или ДЭТА. Вот два ярких представителя вот таких средств. Эти вещества, они клеща только отпугивают. С другой стороны, эти же самые и ДЭТА и диэтилтолуамид, они великолепно прогоняют комаров. Поэтому многие противоклещевые препараты имеют в своем составе сразу два средства. Одно средство от клещей, а другое от комаров. И в принципе, то средство, которое от комаров, ДЭТА или диэтилтолуамид, косвенно защищает открытые участки тела. Поэтому, когда мы отправляемся на рыбалку, мы в первую очередь одежду пропитываем одним веществом, а открытые участки, то есть кисти рук, лицо, шею, то есть те участки, на которые клещ может случайно попасть, их надо обязательно обрабатывать вот этими веществами. Мы проводили эксперименты и 30-процентной ДЭТА или диэтилтолуамидом капали на ткань и запускали клеща. И клещ прямо через вот эту лужу с диэтилтолуамидом, он пробегал совершенно спокойно. Он не падал, ему не становилось плохо, он спокойненько ее пересекал. Но можно быть уверенным, что если рука, например, обработана таким средством, то клещ в это место никогда не вопьется. Поэтому совместно с противоклещевыми препаратами, которые конкретно клещи убивают, нужно обязательно использовать и отпугивающие препараты, которые одновременно служат и средством защиты от насекомых, от комаров. И на что нужно обращать внимание? В первую очередь на концентрацию. Вот самые мощные препараты, которые мы использовали, они имели или 30, или 33, или 35 процентов действующего вещества в своем составе. Вот, например, гордексовский аэрозоль, он сразу и от клещей, от насекомых. Читаем сразу состав. То есть всегда, когда выбираешь противоклещевые препараты или противокомарийные препараты, нужно читать состав. Вот мы читаем. НН-диэтилтолуамид 33 процента. МЖК 264, МЖК 326, ну и все остальное. То есть, когда большое количество действующего вещества, препарат действует лучше всего на всевозможных насекомых. Конечно, с другой стороны, чем больше концентрация, тем более токсичен препарат, и он уже воздействовать начинает и на человека. То есть, беременным женщинам, детям, конечно, такой концентрации препараты использовать ни в коем случае нельзя. Но взрослым, если вы хотите хорошенько защититься от всевозможных насекомых, нужно обращать именно внимание на концентрацию. И если посмотреть вот на вот этот препарат, этот препарат мы покупали в Америке, на Кобелосе. Это Тремовская фирма. И этот препарат, в чем его ценность? В том, что армия США использует этот крем для защиты от всех видов насекомых, и в том числе клещей. У него здесь, если посмотреть состав, вот тоже написано ДЕТА 34,34%. То есть, это в высокой концентрации ДЕТА. И действует он 12 часов. Вот такой крем наносишь на руки, и потом весь день ходишь, ни один клещ, ни один комар на руку не садится. И самое интересное, что когда ловишь рыбу, опускаешь руки в воду, моешь их препарат, вот этот, смыть очень-очень сложно. Он специально сделан долгоиграющим. И, в принципе, из всех препаратов, которые в первую очередь, конечно, защищают от комаров, они от клещей как бы не защищают. Они только отпугивают клещей и не дают возможности клещам присосаться на тот участок, который обработан вот этим кремом. Но, тем не менее, вот если касательно комаров, вот это один из лучших кремов, который мы использовали за все долгие годы применения различных препаратов. Теперь поговорим о препаратах, которые предназначены непосредственно для воздействия на клещей. Клещей необходимо, чтобы препарат убивал. То есть он должен воздействовать непосредственно на самого клеща, и желательно, чтобы клещ после контакта с препаратом погибал. И тут есть несколько препаратов. То есть в территории бывшего Советского Союза наиболее распространенный препарат от клещей это альфа-циперметрин. Альфа-циперметрин обычно в эффективной пропорции он где-то от 0,2 до 0,25 процентов концентрация. И если вот таким препаратом обрабатывать одежду, то клещи гарантированно, если они проползли по обработанной одежде, погибают. Но помимо альфа-циперметрина есть еще препараты, которые называются, например, просто циперметрин. Этот препарат тоже великолепно работает на клещах. Он именно убивает клещей. И вот этот препарат, он предназначен в первую очередь для обработки территории. Вот прямо тут написано, что 20 соток территории можно обработать от клещей. Здесь две бутылочки по 50 миллилитров концентрата. Концентрат разводишь с водой и получается очень большое количество раствора. И именно этим раствором в пропорции, которая указана в инструкции к этому препарату, мы пропитываем одежду. И работает это великолепно. Самая большая ценность вот этого конкретно препарата минимально возможная цена. То есть никакой препарат, который уже заранее в заводских условиях разлит по емкостям для обработки одежды, не может сравниться в цене с концентратом. То есть концентрат покупаешь, получаешь великолепное средство и экономишь деньги. Помимо альфа-циперметрина и циперметрина существует еще и перметрин. Этот препарат используется знаменитой фирмой Сойер. И этот препарат обладает высочайшей стойкостью к воде. То есть если мы обработали данным препаратом одежду, то она выдерживает, гарантированно выдерживает 6 стирок. Ни один отечественный препарат, которым мы обрабатывали одежду, не в состоянии был выдержать 6 стирок и продолжать воздействовать на клещей. И особенно хочется отметить, что вот этот перметрин, у него высокая концентрация 0,5%. То есть высокой концентрации и самое главное, на что обращать лучше всего внимание при выборе противоклещевых именно препаратов, на запах. Если говорить о альфа-циперметрине, то у этого препарата очень сильный резкий запах. И даже после того, как одежду обработала, она высохла, запах этот остается. И лично нам не очень нравится, когда одежда после обработки длительное время пахнет альфа-циперметриной. Может это какая-то еще одушка там есть особенная, которая по запаху дает возможность понять, насколько высока концентрация препарата на одежде. Но тем не менее, очень важно, чтобы одежда не пахла. От циферметрина после того, как он высохнет, запах очень и очень слабый. А от перметрина запаха вообще нет. После того, как обработал, даже когда обрабатываешь, едва-едва уловимый запах от этого препарата есть. И это, конечно, несказанно радует. И хочется заострить внимание на том, что препараты на основе альфа-циперметрина, циферметрина и перметрина, они именно убивают клещей. И это именно те препараты, на которые обязательно следует обращать внимание нам, рыболовам. И когда выбираешь в магазине препарат для обработки одежды, нужно обязательно обращать внимание на состав. То есть любой препарат, который пропитывает одежду, он должен содержать не меньше, чем 0,2% действующего вещества. То есть там должен быть в составе или альфа-циперметрин, или циперметрин, или перметрин. Очень часто различные производители комбинируют диэтилтулуамид. Например, смешивают с альфа-циперметрином и получается вот такого плана препарат, которым можно обработать одежду. И одновременно этот препарат отпугивает и насекомых, и клещей. Но мы считаем, что все-таки гораздо лучше, гораздо лучше действовать иначе. То есть обрабатывать одежду специальным противоклещевым препаратом в нужной концентрации не меньше, чем 0,2%, а лучше 0,25%. И если в случае использования перметрина, то лучше, конечно, 0,5%. Это вообще убойная комбинация получается. Вот этот, кстати, препарат от фирмы Сойер, он довольно-таки дорогой, но он великолепно работает. То есть вот такой бутылки, ну, хватит, наверное, года на два. То есть весной обрабатываешь одежду и хватает на весенний, весенний-летний период, ну, до середины лета где-то хватает этой пропитки. И потом перед вторым этапом нашествия клещей осенью обрабатываешь этим же препаратом второй раз одежду и совершенно спокойно носишь ее, можно ничего не делать, одежда будет великолепно работать, клещи все будут сваливаться и погибать. И как мы уже сказали, лучше всего одежду обрабатывать противоклещевыми препаратами, а уже открытые участки рук использовать именно в высокой концентрации или Дету или диэтилтулуамид. В высокой концентрации это где-то от 28% до 34%. В этом случае мы будем максимально защищены и химия будет нам существенно облегчать жизнь. Поэтому при походе в магазин в первую очередь нужно обращать не на название всевозможных препаратов, их сейчас очень много, а именно читать внимательно состав. И не просто, чтобы было написано, например, альфа-циперметрин, а нужно обязательно концентрацию. Вот зная концентрацию можно быть уверенным в том, что этот препарат будет хорошо работать. И в конце хочется заострить внимание на том, через какой промежуток времени лучше всего повторять пропитку одежды. Дело в том, что мы рыбачим или собираем грибы или передвигаемся по лесу в совершенно различных условиях. И в какой-то момент мы попали под дождь, например. Или, например, одежду мы после приезда с рыбалки не уложили в герметичный пакет, какой-то мешок, а в принципе вся одежда, которая обрабатывается противоклещевыми препаратами, чтобы эти препараты не выветривались. Их лучше всего укладывать в плотный целлофановый пакет, завязывать его и хранить дома. В результате мы убиваем двух зайцев. Во-первых, концентрация препарата сохраняется, и во-вторых, этот препарат не испаряется и не воздействует на нас людей. Потому что если дома, конечно, вот этот препарат будет постоянно испаряться, мы сами будем дышать парами этих ядов, и это ни в случае не стоит делать. Поэтому мало того, что всю обработанную одежду нужно хранить в герметичном пакете, но еще и периодически повторять пропитку. Как определить, стоит уже повторять пропитку противоклещевым препаратом или не стоит? Когда пропитывать одежду? Мы поступаем очень просто. Идем на рыбалке, нашли клеща, посадили его на ногу, посадили, например, на рубашку, которая пропитана противоклещевым препаратом. И мы смотрим, какое расстояние он может пробежать, клещ, до того момента, как он упадет. И если после пропитки первую неделю клещи падают, там буквально несколько сантиметров пробежал и упал, то со временем они уже могут пробежать больше, больше, больше участок. И вот когда клещ уже пробегает расстояние больше 15 сантиметров, для нас это сигнал, что пропитку уже можно опять повторять. То есть можно, конечно, верить надписям на упаковках, что пропитка действует там два месяца, три месяца, но лучше всего, конечно, иметь голову на плечах и четко проверять на живых клещах, насколько пропитка эффективна. И если клещ совершенно спокойно бегает там 15, 20, 25 сантиметров, то лучше, конечно, не надеяться на препарат, а повторить пропитку и быть совершенно уверенным в том, что никакой клещ теперь вас не укусит.